Аскизской районной больнице срочно нужна новая поликлиника. Существующие не справляются с количеством пациентов. Их в пять раз больше, чем рассчитывали при строительстве. Надежда Винокурова убедилась, врачи работают в тесноте. И узнала, почему модернизация здравоохранения сделает очереди в коридорах еще больше. В коридорах поликлиники Аскизской больницы очереди привычное дело, ведь здесь принимают пациентов всего района, а это больше 43 тысяч человек. Прием узких специалистов и даже простого терапевта оборачивается многочасовым ожиданием. Я пришел в 7 часов, и сегодня я еще не пройду, по-моему. Работает один врач до обеда, другой будет после обеда работать. И такая же очередь. Терапевт Зинаида Киргенекова работает в тесном кабинете, где с трудом помещаются два стола и кушетка. А скоро будет еще теснее. На время ремонта соседнего корпуса к ней подселят коллегу, терапевта другого участка. Я буду с утра, а на с обеда. А больных, которых мы отправили на обследование, приходим, наверное, где-то в других кабинетах, проститься, досматривать. Здание поликлиники, уверены врачи, для Аскиза не подходит. Его вместимости просто не хватает не только на пациентов, но и на самих медиков. 25 лет назад, когда поликлиника строилась, она была рассчитана на 140 пациентов в день. Сейчас же сюда приходят каждый день до 800 человек. А в следующем году проблема обострится, как ни странно, из-за программы модернизации здравоохранения. Ведь в планах Минздрава создать на базе Аскизской больницы центр, где станут работать кардиолог, пульмонолог и еще несколько узких специалистов. А попадать на прием к ним смогут жители соседних Бейского и Аскизского районов и Абазы. Медики прогнозируют по тысячу пациентов в день. И с таким наплывом нынешнее здание просто не справится. Нам требуется строительство новой поликлиники. Проектно-симмертная документация готовится, в плане она есть. И в программе модернизации на строительство новой поликлиники на 800 посещений в Семене тоже есть. Районные власти собирались начать стройку в 2012 году, но, похоже, этим планам не суждено воплотиться на новую поликлинику. Необходимы несколько десятков миллионов рублей. А их в бюджете района не предвидится. Надежда Винокурова, Дмитрий Парахин. Новости, 7-й телеканал.